Девушки отдыхают Меня зовут Галина Тюрнева, я и мои коллеги. Готовы рассказать вам о главных событиях региона и вот о чем пойдет речь далее. Научный центр для подготовки квалифицированных кадров может быть создан в Иркутской области. Таких структур будет всего лишь 15 в стране. Профессионалы станут дополнительной мотивацией для захода на территорию инвесторов. Ямайка стала ближе. Теперь на острове можно находиться без визы до 90 дней. 1 ноября в России вступает в силу ряд новых законов, какие отразятся на жителях Иркутской области. Расскажем далее. Курение, если не убивает, то может оставить без крыши над головой из-за непотушенного курса. Этой ночью начался пожар в одной из многоэтажек областного центра. Спасатели эвакуировали 18 человек. Подтвердили славу интеллигентного города. Количество посетителей в библиотеках области растет, а вместе с ним растет и слава при Ангаре, как одного из самых читающих регионов России. Какие книги в моде, об этом совсем скоро в прямом эфире новостей Сенчер. И мы начинаем. В Иркутской области может появиться государственный научный центр. Таких по поручению президента России в стране будет создано 15. Об этом сегодня заявил председатель законодательного собрания при Ангаре Сергей Сокол во время встречи со студентами Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского госуниверситета. Кроме того, спикер парламента призвал молодежь принять участие в формировании стратегии социально-экономического развития региона. Все подробности далее. Сейчас это называется каворкинг-центр. А раньше такие пространства позиционировали себя как бизнес-инкубаторы. Это место, где носители идей воплощают их, если не в жизнь, то хотя бы в конкретный проект. Тут все условия, интернет, рабочее место, кофе. Первый бизнес-инкубатор был создан еще во времена работы Сергея Сокола в правительстве региона. Теперь для него, но уже в должности спикера областного парламента, проводят экскурсию. Каворкингов теперь в Иркутске три. И условия работы в них изменились. Что такое работать круглосуточно, сегодняшние собеседники Сергея Сокола знают уже со студенческой скамьи. Еще бы. Их профессия – бизнес. И его основу они постигают на Сибирско-Американском факультете менеджмента ИГУ. Поэтому диалог на равных. Вы являетесь теми людьми, молодыми людьми, которые через 15, которые через 20 лет встанут у руля, в том числе Иркутской области. И вы будете, вот то, на что вы сейчас смотрите, вроде как-то так скептически, снизу вверх, или там, как вам кажется, сверху вниз, все это вы будете делать сами, своими руками. Биография председателя Заксобрания региона, известно, окончила МГИМО, затем было посольство в Эквадоре, потом руководство газохимическим предприятием на севере страны. В 2008 году Сергей Сокол фактически возглавлял правительство Иркутской области. После – переход в Ростех. Вопросы у студентов к такому собеседнику самые серьезные. Какие у нас есть перспективы разменения, потому что новых заводов устроится мало, ну и ингредиенты, но все равно они заводны, если у него маленький рост, и как привлечь капитала нашел. Чтобы привлечь инвесторов, нужны понятные правила игры и всесторонняя поддержка бизнеса, говорит Сергей Сокол. Это и налоговые льготы, и инфраструктурная подготовленность площадок. В планах открыть в регионе государственный научный центр. В стране таких будет всего 15. Структура объединит науку, образование и промышленность и будет способствовать привлечению капитала. Сергей Михайлович, вы сегодня очень много говорили про узнаваемость Иркутска. И сейчас такое время, как мне кажется, когда многое, ну, узнаваемость в том числе, строится вокруг брендов. И нужен, и всему сейчас нужен свой бренд, то есть та самая узнаваемость. С этим в Пиангарии проблем не будет, уверен спикер парламента. База для бренда уже есть. Взять хотя бы Байкал, символ региона у Сергея Сокола. Даже на циферблате часов. Но узнаваемость должна быть на пользу, а не во вред. Поэтому с туристической отраслью тоже нужно работать. Расширять зону и кроме берегов озера показывать, например, Сибирскую тайгу. У Иркутской области есть все для успешного развития, говорит Сергей Сокол. Это и транспортная инфраструктура, и географическое расположение, и ресурсы. С учетом вот таких серьезных потенциальных ресурсов работы хватит всем. Работы хватит вам. И на долгие годы. И в этом смысле нам всем повезло, что есть вы, и вам повезло, что вы живете, учитесь, и будете, надеюсь, работать именно здесь. Здесь работать гораздо интереснее, чем за границей, например. Но чтобы потенциальные ресурсы правильно использовать, нужно решить одну из главных задач, которые сейчас стоят перед законодательным собранием – утвердить стратегию социально-экономического развития Иркутской области. И талантливая молодежь может в этом помочь. Сейчас уже есть разработанный некий проект стратегии, но он такой пока что общий. И вот я надеюсь, что в том числе и с нашей помощью будут созданы конкретные какие-то задачи, какие-то направления, как мы сможем сделать нашу область лучше. Потому что нам здесь жить, нам здесь работать в будущем. И мы готовы все силы вложить, чтобы помочь. А в завершение договорились встретиться снова, чтобы студенты могли внести уже конкретные предложения в один из главных документов региона – стратегию социально-экономического развития. Галина Тернева, Александр Барановский. Новости сейчас. Покурили на балконе и остались без крыши над головой. 18 жильцов дома на улице Волжская в Иркутске ночью эвакуировали из квартир. В час 15 на путь дежурного поступила информация о возгорании на балконе пятого этажа многоквартирного дома. На место прибыли 4 единицы техники и 19 человек личного состава. В тот момент огонь разгорелся на кровле, крыше и балконе общей площадью 50 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, а быстрому распространению пламени способствовало захламлению на балконе, из-за чего он полностью выгорел. Горячей закуски к напиткам не будет. Фритюрница загорелась в одном из баров Иркутска на улице Советская. В час дня пожарным сообщили о возгорании, они выехали на место к их приезду. 16 человек самостоятельно эвакуировались из помещения. А вот спасателям, чтобы проникнуть к месту очага, пришлось заходить через запасный выход и оттуда в подвал, где, собственно, и бушевало пламя на площади 3 квадратных метра. Пяти минут спасателям хватило для ликвидации огня. Параллельно из помещения вынесли 4 баллона с углекислотой. Обошлось без пострадавших. 16 жителей Боханского района предстанут перед судом за незаконную рубку леса. По версии следствия, ущерб от ее деятельности превысил 8 миллионов рублей. Обыски были проведены по месту жительства обвиняемых в местах переработки отгрузки древесины. Изъято 6 единиц автотранспорта, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина, документы и другие вещественные доказательства. По информации регионального МВД, на счету группировки 13 незаконных рубок, общий объем которых составил более 650 кубических метров. Плюс 10 тысяч читателей за год в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского растет число любителей печатных книг. Наша съемочная группа сегодня побывала в крупнейшем хранилище книг региона и узнала, каких авторов предпочитают самые читающие жители России. Семилетний Максим начал читать еще в детском саду и сейчас точно знает чтение, развивает мышление. Поэтому он частый гость библиотеки. Пока сверстники листают комиксы, Максим уже познакомился с творчеством Достоевского. При выборе книг себя не ограничивает от классики до фэнтези. Читать это очень интересно, познавательно и можно узнать чего-то нового в книге. Да, казать, даже вот есть, я вот падим-то начитал, дочитывал, я просто люблю книги. Как загадки отгадывать, отгадываешь, куда он пойдет, например, что он сделает и, например, что будет в будущем делать, что наоборот делает. Таких юных посетителей в Иркутской областной библиотеке Молчанова-Сибирского с каждым годом становится все больше, как и в целом читателей. Ежедневно между стеллажами с книгами проходят 700 посетителей. Юристы, финансисты, экономисты, студенты приходят именно за бумажными вариантами любимых произведений, чем завоевали себе статус самого читающего региона России. По результатам всероссийского конкурса Иркутская область удостоена звания «Литературный флагман России». Что примечательно, все чаще жители Приангария интересуются историей и культурой родного края. Эти произведения занимают первые места в списке самых популярных книг библиотеки. Удивительно, но пресловутую Дарью Донцову у нас берут совсем нечасто. Это сотая позиция в рейтинге, но первой позицией занимает литература краеведческая, литература об истории Иркутской области, экономики, географии и так далее. Литература научно-популярная, литература научная. Художественная литература, хорошая отечественная проза, лауреаты национальных и зарубежных литературных премий. То есть у нас очень интеллигентная читающая публика в Иркутске и в Иркутской области. И что примечательно, жители Приангария не только ходят в библиотеки, но и покупают книги для личного пользования. В списке фаворитов не просто отечественные авторы, а земляки Распутин и Вампилов. Наших иркутских писателей в последнее время очень часто и очень много берут студенты. Это очень удивляет и очень радует. Радует и тот факт, что количество действительно читающих жителей Иркутской области растет почти каждый день. Так, сегодня в самой большой библиотеке Приангария зарегистрировано 22 тысячи читателей. Из них 10 тысяч пришли в этом году. Екатерина Нерушкина, Николай Текалов, Александр Барановский, Николай Крупченко. Новости сейчас. 250 миллиардов рублей на такую сумму купили жители Иркутской области различных товаров с начала этого года. Из них продуктов, напитков и табачных изделий на 116,9 миллиарда рублей, непродовольственных товаров на 133,5 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года общая цифра выросла почти на 3%. Увеличение розничных продаж наблюдается с февраля этого года. И теперь о темах, которые ждут вас во второй части выпуска. Дождемся ли снега? Аномальная осень не сдается и с наступлением ноября. Что это сулит? Лютую зиму или позднюю весну? Прогнозы метеорологов через несколько минут. Не то кошка, не то обезьянка. На первый взгляд, а по документам настоящий медведь, необычный питомец, появился в одном из Иркутских зоопарков. Почему его зовут Камышом? Каждый играет сам по себе. Ермак снова проиграл, причем с разгромным счетом. Детали матча расскажем совсем скоро. Не переключайтесь. Это новости сейчас. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем выпуск. 50-тысячный электронный больничный выдали в Иркутской области. Листок нетрудоспособности по заболеванию оформили жителю Саянска в городской больнице. По информации Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования России, в Преангаре электронные больничные оформляют 102 медицинских учреждения. Среди лидеров по выписке современных листков нетрудоспособности Саянская городская больница. 2831 на втором месте Усульская городская больница. 2415 с показателем 2170 Усть-Кутская районная больница. Медицинские организации страны начали переход на электронные листы нетрудоспособности с 1 июля 2017 года, пока каждый житель сохраняет за собой право выбора формы листка нетрудоспособности электронного или бумажного. Материалы для детских площадок не должны быть токсичными и пожароопасными, а конструкция должна предусматривать беспрепятственный доступ на игровую площадку детей с ограниченными возможностями. С 1 ноября вступил в силу обновленный технический регламент Евразийского экономического союза. Какие еще изменения произошли сегодня, как они отразятся на жителях Иркутской области, расскажем далее. Через пару минут эти люди получат свой новый страховой полис в плановом режиме. Сегодня в офисе этой компании многим посетителям объясняют, информация о срочной замене страховых полисов на новый некорректна для Приангария. Информация, распространенная ранее СМИ о том, что всем необходимо заменить полис обязательного медицинского страхования до 1 ноября, недействительно. Полисы УМС единого образца выдаются без ограничения срока действия. Полисы УМС старого образца, выданные до 2011 года, являются действующими до полной их замены на единый образец. Замена возможна в течение всего года. После 1 ноября у жителей Приангария не получится сменить лишь страховую компанию. Сделать это можно будет уже только в 2019 году. В остальном же медицинское обслуживание остается прежним. Помимо медицины, изменились правила охраны труда в строительной сфере. В силу вступили законы, по которым было ликвидировано понятие «предохранительный пояс», а понятие «застройщик» заменено на работодатель. Помимо этого, теперь работодатель обязан сохранять чистоту на расстоянии 5 метров от забора и перевозить своих работников исключительно на транспорте предприятия. Кроме всего прочего, еще на что следует обратить внимание, что рабочие места, их вредности и опасности должны быть определены по результатам специальной оценки условий труда. То есть ранее в предыдущей редакции правил говорилось о том, что просто что вредный и опасный производственный фактор на строительном объекте. Сейчас именно обращается внимание на то, что они должны быть утверждены и определены при проведении специальной оценки условий труда. Кроме бюрократических нововведений, есть изменения, которые станут интересны активным путешественникам. 1 ноября в силу вступил закон о безвизовом пребывании гражданина России на территории Ямайки. С 27 ноября можно находиться в островном государстве 90 дней без специального разрешения. Евгений Любовников, Александр Барановский. Новости сейчас. В Иркутской области завершена навигация. До 15 мая суда не будут курсировать на водохранилищах. Как сообщает в региональном МЧС, почти весь ведомственный флот государственной инспекции по маломерным судам находится на консервации. Тем не менее, инспекторы продолжают пешее автомобильное патрулирование прибрежных зон для проведения профилактической работы. Судоводителям, которые нарушат правила, придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. Специалисты отмечают, при температуре воздуха 15-20 градусов ниже нуля, температура воды колеблется в районе 5-7 градусов. При попадании воды на корпус, при движении маломерного судна, нарастание льда происходит очень быстро. Облезнение приводит к потере устойчивости и, если не принять своевременных мер по его освобождению от льда, опрокидывание неизбежно. Это, в свою очередь, может привести к гибели судоводителя и его пассажиров. Между тем, зима не торопится приходить в Приангарии. Иркутские метеорологи заявили об аномально позднем похолодании на юге Иркутской области. Началом зимы специалисты считают устойчивый переход температуры через отметку в 0 градусов в сторону холода. До сих пор такого в столице Восточной Сибири не случалось. Чаще всего даты перехода на минусовую температуру колеблется в районе 14-17 октября. Сеноптики отмечают, такого не было последние 80 лет наблюдений. Так, в Черемхово подобную погоду не регистрировали уже 78 лет. В Хомутово и Иркутского района столь позднее начало зимы зафиксировано впервые за 62 года. Атмосферные процессы в октябре, особенно в третьей декаде октября, развивались таким образом, что на территории Приангария в продолжительное время поступали теплые воздушные массы со Средней Азии. Ну, конечно, они по пути трансформировались, но тем не менее вызвали такое большое устойчивое потепление теплой погоды в Иркутске. Вот, количественные показатели. Средней декадой температура воздуха в Иркутске, она где-то на 5 градусов выше средних малолетних значений. Тем не менее, завтра в Иркутске заметно похолодает. По данным сервера Яндекс, ожидается облачная погода, возможен снег, температура воздуха днем составит минус 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 11 мороза. Ветер северо-западный 24 метра в секунду. Обычно с наступлением зимы эти животные впадают в спячку, но этот медведь особенный. Он размером с кошку. Чтобы поселиться в контактном зоопарке Иркутска, необычному зверьку пришлось пересечь Атлантический океан, всю Европу и половину России. Кинкажу или цветочный медведь имеет мало общего с косолапыми. А в странах Центральной и Южной Америки его держат как домашнего питомца. Подружиться с экзотическим зверем попробовал Олег Федоров. Удалось ли? Узнаете в следующем материале. Капа, отдай мне. Водай. Капа, отдай мне. Двухлетний капуцин Капа предупреждает. Своего соседа по вольеру просто так не отдаст и готова укусить или даже повыдергивать волосы. За месяц совместного проживания примат и южноамериканский медведь тесно сдружились. Сделят паёк, греются друг об друга и несут поочередное дежурство, когда один из них предаётся объятиям морфея. Капа не даёт приблизиться к камышу в дневное время суток, потому что охраняет его сон и покой. А в ночное время они меняются, так как кинкажу является ночным зверьком и охраняет, соответственно, сон капуцинокапы. В столицу Восточной Сибири кинкажу-камыш прибыл в конце июня из московского зоопарка. Своё имя получил за сходство окраса и шелковистости шёрстки с болотным растением. Кинкажу относится к семейству енотовых, то есть хищников. Хотя в их образе жизни мало чего хищного, а на енотов они совсем не похожи. Как, впрочем, и на медведя. Ведь с языка индейцев кинкажу и означает «цветочный медведь». Если он обитает в Южной и Центральной Америке, то в Мексике и Бразилии не настолько распространены, что их дома держат, как домашних кошек. А для нас это экзотика. Что он обычно любит поесть? Ну, вообще, 80% его рацион составляет фрукты, детское питание, но он очень любит бананы и кузнечиков. То есть в природе он крайне редко когда может поохотиться. В отличие от своих огромных хищных собратьев, кинкажу не впадает в спячку. Да и зачем? В среднем он спит по 12 часов в сутки. Чтобы зверек легко пережил суровую сибирскую зиму и не отвыкал от условий, в которых привык жить, его вольер оснастили обогревателем, лампами и даже теплым полом. Специалисты столичного зоопарка уверяли иркутян. Зверь неконтактный и даже опасный. Но, как выяснилось на деле, он очень любит пообщаться. Вместе с ним живут даже котята и кролики. И он совсем не пугается посетителей. Олег Федоров, Евгений Ширыпов. Новости сейчас. Теперь о спорте. Разгром в Пензе в розыгрыше высшей хоккейной лиги местный дизель принимал ангарский «Ермак». Уже в первом периоде в ворота ангарчан было заброшено две шайбы. Во второй части игра продолжала проходить в основном на половине поля «Ермака», результатом чего стали еще две забитые хозяевами шайбы. Однако ангарчане не ушли со льда без гола престижа. Отличился Дмитрий Михайлов. Точку же в матче поставили и пензенцы. Окончательный счет 6-1. Команда не выполнила установку на игру. Все игроки играют, как им хочется. Так прокомментировала ток матча исполняющий обязанности главного тренера «Ермака» Олег Днепровский. Завтра наши хоккеисты играют в Тольятти против местной «Лады», которая на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. Наши новости также доступны в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте. Там вы увидите то, чего мы не показываем в эфире. Профиль телекомпания «Аист» Иркутская, Иркутская область. У меня же к этому часу вся информация. Оставайтесь на «Аисте». До встречи. Продолжение следует...